Россия будет использовать все средства для обеспечения безопасности полётов в Сирии, в том числе комплекс противовоздушной обороны. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, который находится с поездкой в Свердловской области. Президент также сообщил, что второй лётчик сбитого российского самолёта, судьба которого до последнего оставалась неизвестной, спасён. Это штурман. Он находится на нашей базе, на аэродроме. И ему, так же как всем другим участникам операции, в том числе и операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награждён звездой Героя Российской Федерации посмертно. Что касается мер по обеспечению безопасности полётов нашей боевой авиации в Сирию, объявленных вчера предложений недостаточно. Мы обсудили это с утра ещё с руководством Министерства обороны в Сирию. На нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300. Надеюсь, что этого, так же как и других мер, это не единственные меры, которые мы предпримем, будет достаточно для обеспечения полётов. Хочу сказать, что мы, безусловно, будем относиться самым серьёзным образом к тому, что произошло. И все наши средства будут использоваться для обеспечения безопасности. Владимир Путин также поддержал рекомендацию МИДа россиянам воздержаться от поездок в Турцию. По словам президента, граждане нашей страны могут подвергаться там значительной опасности. Это вынужденная мера. И МИД правильно делает, что предупреждает наших граждан об опасности. Проблема ведь даже не в той трагедии, с которой мы столкнулись вчера. Проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это видят во всём мире. Сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводят достаточно целенаправленную внутреннюю политику по поддержке и по исламизации своей страны. Ислам – мировая великая религия. Это одна из традиционных религий и Российской Федерации. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Но речь идёт о поддержке такого более радикального, что ли, направления. И это само по себе создаёт очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую, на первый взгляд, и не видно. Это во-первых. Во-вторых, после того, что случилось вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов. И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности. И МИД обязан об этом сказать.